Здравствуйте! В эфире новости на канале НСК-49 в студии Алексей Кузьмин. О главных темах выпуска прямо сейчас. Золотое будущее российского биатлона. Кубок Анны Богалий стартовал в Новосибирске. Не допустить экологической катастрофы новосибирские ученые бьют в набат. Миланию окружили заботой. Жизнь самки северного оленя спас неравнодушный дальнобойщик. А сейчас об этих событиях и не только. Более подробно. Всероссийские соревнования Кубок Анны Богалий стартовали в Новосибирске юные биатлонисты. Практически со всей нашей страны и ближнего зарубежья приехали, чтобы показать свои умения и поучиться у лучших. О будущих олимпийских чемпионах и о том, почему именно наш город на несколько дней стал столицей российского юношеского биатлона. Узнаем от Василия Акимова. Кубок двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Анны Богалий это комплексные соревнования юных лыжников и биатлонистов со всей России. Состязания проходят с 2013 года в несколько этапов. Чтобы проявить себя можно было в разных дисциплинах в разное время года. Участники состязаний, те самые будущие чемпионы, выкладываются на трассе на все сто. Многие уже на финише падают без сил. Так велико желание победить, ради чего они и отдают всю свою энергию. Причем с каждым годом и количество, и география участников расширяются. В этом году Новосибирская область стала открывающим регионом Кубка. То есть новосибирский этап первый в зимнем сезоне. Для участия зарегистрировалось более 500 спортсменов из 27 регионов страны, а также команды из Казахстана. Биатлонисты от 10 до 17 лет выступают в четырех возрастных группах. В наш город они приехали, чтобы попробовать свои силы, научиться чему-то новому и, конечно же, увидеть вживую легенду мирового биатлона. Мы приобретаем опыт, учимся, хотим стать профессионалами и достичь до олимпийских высот. Ну я в том году еще, в том сезоне, получается, на Сахалине завоевал золото, в Мурманске завоевал серебро. Ну вот так вот. И на Сахалине второе место. Смысл этих соревнований – дать возможность выступить в настоящем турнире, организованном по всем правилам самым юным спортсменам от 10 до 17 лет. До Кубка Анны Багалии такого не было. В этом году также есть новшества. Например, спортсмены используют пневматическую винтовку Би-75, которую концерн Калашникова адаптировал к низким температурам и влажному климату. Улыбки тренеров, улыбки детей говорят о том, что мы движемся в правильном направлении. Провели два обучающих семинара. Один у нас вчера читали сотрудники РУСАДА. И первый у нас был психолог новосибирский Людмила. То есть мы потихонечку и образовываем, не только занимаемся соревновательной частью. То есть много еще есть разных моментов. Соревнования на Кубок Анны Багалий продлятся до 16 декабря включительно, после чего отправляются в другие города. В этом зимнем сезоне этапы помимо нашего города пройдут в Магнитогорске, Южно-Сахалинске, в Ленинградской области и в Мурманске. Новосибирск готовится к большому спортивному событию, которое должно состояться в 2023 году. Речь идет о молодежном чемпионате мира по хоккею, площадке для проведения которого впервые в истории выбрали наш город. И вдруг появилась информация, что мировое первенство у нас решил частично отобрать соседний Омск. Что думают по этому поводу областные власти, расскажем далее. Напомним, Новосибирск был выбран Международной Федерацией Хоккея городом, где будет проведен Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года. Для этого было решено построить у нас новый Ледовый дворец спорта на Горском жилмассиве с дополнительной станцией метро и транспортными развязками. Однако 12 декабря стало известно, что на проведение важного спортивного события претендует еще и Омск. Причем включить его в заявку попросила Федерация Хоккея России. Дело в том, что в нынешнем сезоне домашняя арена Омска была признана аварийной и непригодной для проведения матчей. Местному клубу «Авангард» теперь приходится проводить домашние игры в Подмосковье. И там тоже строят новую арену. Предложение поделиться с соседями матчами чемпионата частично поддержал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Если эта инициатива направлена на ускорение выделения финансирования на строительство арены, ледовой арены в Омске, я считаю, что ее нужно поддержать. Потому что сегодня омские болельщики лишены домашних игр. И это, конечно же, обидно. Впрочем, официальных документов и подтверждения из Международной Федерации о разделении турнира на два города пока нет. Глава региона успокаивает полностью все матчи чемпионата. Омск у нас точно не сможет отобрать. Мы продолжаем подготовку к чемпионату. В любом случае чемпионат пройдет в Новосибирске. В любом случае спортивная, транспортная, инфраструктура к 2023 году будет создана. И она нам останется как наследство чемпионата. Окончательное решение так или иначе будут принимать не региональные и даже не российские чиновники, а Международная Федерация во главе с Рене Фазилем. Новосибирская область – театральный регион. 13 декабря в Новосибирском театре оперы и балета состоялось торжественное открытие года театра в России. Жители и гостей мегаполиса ожидают новые проекты. Около 30 ключевых мероприятий и множество околотеатральных событий, которые пройдут не только в областном центре, но и в районах. Для театрального сообщества Новосибирской области это значимое событие. На мероприятии собрались актеры, режиссеры, директоры театров. Все они ожидают от года театра в России не только масштабных проектов, но и превращения театра в более современную форму и надеются на государственную поддержку. Мне кажется, давно уже пора говорить о месте театра, в обществе, о том, как вести творческую, художественную и какую-то, может быть, даже какую-то коммерческую деятельность в новых рамках, потому что театр до сих пор остается с наследством взаимоотношений государства и театра советского периода. Среди ключевых событий, которые пройдут в Новосибирской области в 2019 году, это всероссийский конкурс исполнителей художественного слова, гастроли новосибирских театров, 13-й международный рождественский фестиваль искусств. Кроме того, новосибирские государственные театры по традиции примут участие в фестивале «Золотая маска». Также во многих театрах будет осуществлена реконструкция и ремонт. Мы видим, что огромное количество премьер в течение года проходит и все спектакли вызывают аншлаги, билеты раскупаются заблаговременно. Это, мне кажется, самая высокая и самая убедительная оценка статуса Новосибирска на театральной карте нашей страны. Основные задачи в год театра связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений. Доступность лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Общество, власть, бизнес, диалог, доверие, действие. Под таким девизом в Новосибирске прошел форум областной общественной палаты. Наша съемочная группа выяснила, получался ли в минувшем году конструктивный диалог между обозначенными структурами и сообществами и заметен ли положительный результат этого общения. Форум общественной палаты Новосибирской области направлен на создание площадок по взаимодействию представителей власти, бизнеса и общественных институтов. К примеру, в разработке стратегии социально-экономического развития региона, обозначенной как «сибирское лидерство». Мы встречались с молодежью, в трудовых коллективах, проводили диалоговые площадки, формировали те предложения, которые звучали с мест. И работая в рабочих группах при правительстве, наши члены общественной палаты и активисты НКО могли транслировать те мысли, которые доводят жители города и области органам власти. По итогам уходящего года многих общественников, заслуживших благодарность, отметили тут же. Звучало, что одна из основных задач форума – совместная выработка решений по реализации национальных приоритетных проектов Новосибирской области. Национальные проекты, что это такое, как они будут реализованы, мы сегодня будем это совместно обсуждать. Какое участие общественности, жителей, граждан, а президент говорит, без широкого общественного обсуждения, без участия граждан на местах, те задачи, которые он поставил, вряд ли будут осуществляться. На форуме будут работать несколько круглых столов по направлениям. Национальные проекты в социальной сфере, актуальные проблемы развития общественного контроля на региональном и муниципальном уровне, цифровая экономика и другие. Обсуждение вопросов пройдет в диалоге с властью и бизнесом. Такой диалог, он существует, но это не значит, что мы не должны его развивать. Все равно вопросов еще достаточно много и с точки зрения законодательства, и с точки зрения исполнительских моментов. Но тем не менее, мы получаем возможность ставить проблемы, совместно их решать, делать какие-то предложения, где мы видим более эффективные пути решения. На расширенном пленарном заседании общественной палаты Новосибирской области обсудят вопросы развития гражданских инициатив в регионе в условиях реализации национальных проектов. Не допустить экологической катастрофы. Над этим сегодня работают специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики из Новосибирска. Ведь по данным организации «Зеленый патруль» Новосибирская область ухудшила свои показатели в экологическом рейтинге регионов. О том, какую угрозу представляют отходы горнообогатительных предприятий и что предпринимают новосибирские ученые для решения этой проблемы, расскажем в следующем сюжете. Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов по итогам осени. Новосибирская область потеряла три позиции и находится на 36-м месте. Немалую роль столь плачевной ситуации с экологией играют так называемые хвостохранилища, куда горнообогатительные предприятия складируют отходы. Содержащиеся в них ртуть и мышьяк представляют серьезную угрозу для здоровья людей. Есть и просто ужасающие случаи. В поселке Комсомольске это опубликовано в открытой печати, где водоемы в черте поселка, мимо которой ходят люди, бегают дети, содержат до 4 граммов литра мышьяка. Я уж не говорю про другие металлы, которые там тоже находятся в огромных количествах. Новосибирской области повезло. Горнообогатительные предприятия в нашем регионе можно сосчитать буквально по пальцам одной руки. Однако природа не признает придуманные людьми границы. Вся эта отрава угрожает в том числе и жителям нашего города. Наша река Орб, которая протекает по нашему городу, она берет начало где? В Алтайском крае. И туда стекаются притоки очень многие. Ну, в том числе, вот скажем, река Иня, наша большая река, которая протекает по Кемеровской области и собирает стоки очень многих мелких притоков, идущих от, ну, в частности, от хвостохранилища в том числе. Вот, например, в городе Белово стоки с отвала клинкеров поступали в реку Бача, затем в Бача, затем в Иню, ну, а дальше уже и к нам течет. Для оценки наносимого хвостохранилища Мивридава в Новосибирске работает специальная лаборатория. Специалисты, которые могут проводить такие исследования, есть пока только в нашем институте, это точно могу сказать. За рубежом, конечно, такие исследования проводятся, впервые их стали использовать в Канаде. Для того, чтобы не допустить целой череды экологических катастроф, необходима отдельная федеральная программа по обеззараживанию и рекультивации, говорят специалисты. Новосибирские ученые готовы заниматься этим вопросом. Как зимой должны выглядеть дороги и тротуары после уборки снега? В какие сроки коммунальные службы обязаны приводить в порядок проезжую часть? Жалоб от населения на состояние городских улиц поступает довольно много, в том числе и в Общероссийский народный фронт, где создан специальный проект по контролю за дорожными службами. Общественники решили провести ликбез среди новосибирскцев и разработали специальную памятку о содержании нашего города в зимний период. Новую памятку общественники Народного фронта разработали специально для новосибирских автовладельцев и пешеходов. В ней четко прописано, когда, кем и каким образом должна проводиться уборка снега с проезжей части и тротуаров. Ориентировались авторы проекта на нормативы ГОСТа, вступившие в силу с сентября текущего года. Тротуары, пешеходные переходы, обстановки общественного транспорта, они, конечно, отходят на второй план по уборке, но так или иначе есть жесткие требования, которые запрещают, например, формирование снежных валов вблизи пешеходного перехода более 10 метров. 20 метров от остановочной площадки должно быть. Не должно быть никаких снежных скоплений. К содержанию дорог также предъявляется масса жестких требований, которые в Новосибирске, к сожалению, не всегда соблюдаются, отмечают создатели памятки. Так, уборку проезжей части необходимо проводить в течение 24 часов после снегопада, реагентами посыпать в зависимости от температуры воздуха и, конечно, следить за колейностью. Наш ГОСТ сейчас допускает эксплуатацию зимнюю со снежным накатом, но при обязательном условии отсутствия скользкости, то есть это обработка, а также ровность должна быть, то есть дорога в любом случае должна грядироваться. А также должны быть обеспечены треугольники видимости на пересечениях и примыканиях в одном уровне, чтобы водители, которые выезжают, так скажем, на главную дорогу, могли видеть, есть ли транспорт там или нет. Общественники подчеркивают, что дорожники Новосибирска, как правило, не несут никакой ответственности за несвоевременную уборку или нарушение ГОСТа, что и приводит часто к трудным ситуациям. В памятке также сообщается, за придомовые территории отвечают управляющие организации, а за дороги и тротуары – администрации районов, куда и нужно обращаться первым делом. Если не поможет, то следующий шаг – жилищная инспекция и прокуратура соответственно. Внушение – великая сила. В это верил житель Татарска, а потому отправился грабить магазин не с ружьем, а с трубкой от бытового пылесоса. И совершить преступление у него получилось, вот только от полиции он скрыться уже не смог. Все действия налетчика зафиксировала камера видеонаблюдения. Конечно же, продавцу магазин, расположенного на центральной улице города Татарска Новосибирской области, было не видно, что налетчик скрывает в мешке. Но, судя по всему, преступник старался позиционировать это нечто, как оружие, к примеру, ружье. Угрозами неизвестному удалось отогнать сотрудника торгового заведения и вытащить деньги из кассы. После этого мужчина скрылся. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении преступления 26-летнего ранее судимого местного жителя. Было установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии, а предметом, похожим на ружье, оказалась трубка от пылесоса. Не помогла преступнику и маска с прорезями для глаз. Но в целом его затея выдать запчасть от пылесоса за оружие удалась. Вот только завладел налетчик совсем небольшими денежными средствами. В кассе он нашел только 10 тысяч рублей. В настоящее время фигурант находится под стражей. Часть похищенных денежных средств, это около 5 тысяч рублей, у него изъяли. Остальные деньги он растерял и потратил на свои нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Несмотря на небольшую сумму похищенного, наказание может оказаться существенным. Транспортные полицейские задержали в акватории Новосибирского водохранилища малый траловый бот. Судно принадлежит рыбоперерабатывающему предприятию. Однако за вылов рыбы вне установленного промыслового участка, похоже, будет отвечать капитан. Подробности далее. Не только отдельные браконьерствующие в сибирских акваториях индивиды попадаются на удочку транспортных полицейских. В этот раз за незаконным промыслом застали целый траловый бот, хоть и малый. Малый траловый бот принадлежит одному из новосибирских рыбоперерабатывающих предприятий. В нарушении имеющегося разрешения на добычу водных биоресурсов на территории области капитан осуществлял лов вне установленного промыслового участка на территории соседнего региона и с нарушением запретов на промысел отдельных видов рыбы. А именно, судно новосибирского предприятия ввело вылов рыбы за пределами своей области, на территории Алтайского края. Поэтому и задержали браконьеров сотрудники линейного пункта полиции Камня-Наби. Они же изъяли сам траловый бот, 18 метров трала, более 250 незаконно добытых лещей, судаков, налимов и карасей и три экземпляра сибирского ситра, особо охраняемого вида рыб, занесенного в Красную книгу. В отношении капитана судна возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. С нарушения правил, рекламентирующих рыболовство, установлен штраф в сумме до 30 тысяч рублей с возможной конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов. И, конечно, возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам занесенных в Красную книгу Российской Федерации. За такие деяния можно лишиться свободы на срок до трех лет и получить штраф в сумме до 1 миллиона рублей. Друг познается в беде, а качество любого человека познаются, как правило, в экстренных ситуациях. Иногда зоозащитниками становятся люди, которые никак не связаны с данным видом деятельности, а все потому, что они просто добрые и отзывчивые люди. Самку северного оленя, сбитую на трассе в Новосибирской области, выхаживают сотрудники обычной организации, которым пришлось для этого видоизменить собственный склад. Тему продолжит наш корреспондент. Эту олениху в одну из транспортных компаний Новосибирска на своей фуре привез дальнобойщик. Рассказал, что подобрал животное на трассе в бесчувственном состоянии с травмой головы. Сотрудники решили приютить животное. Своими силами соорудили вольер, закупили необходимый корм и вызвали ветеринара, прописавшего лечение. Первый день, когда ее привезли, она, конечно, была в шоке. Она лежала, дня два практически не вставала и ничего не ела. Мы за нее очень переживали. Но вот вчера уже мы начали бодренько себя вести, гулять, смотреть уже неиспуганными глазами, а с любопытством. Вот, ну и продолжаем пока лечение. Кушает, чувствует себя хорошо. Самки северного оленя, сотрудники компании дали имя Мелания. Они беспрерывно ухаживают за животным и уже было договорились с общественной организацией Ноев Ковчег из Барнаула о транспортировке необычного питомца. Однако тут сразу раздалось несколько звонков из муниципальных и областных структур. Нам пришла информация с министерства, что мы ее не можем никуда отправить. Животному должны придать официальный статус. Соответственно, мы ждем теперь и ветеринаров из зоопарка, чтобы нам проверили. Тогда мы уже сможем ее передавать туда. Так что пока Мелания продолжает жить на территории организации. Как только все необходимые документы будут собраны, ее перевезут в Алтайский край. Зажигалка, как музейный экспонат. Подарок бывшего французского президента пополнил коллекцию музея города Новосибирска. Как эта вещь оказалась в собственности у новосибирского пенсионера. И что гость из Франции сказал о работе новосибирских сотрудников ГАИ. В следующем сюжете. Эта золотая зажигалка – подарок одного из величайших политических деятелей Франции, Шарля де Голля, посетившего наш город в 1966 году. В Новосибирск прибыл президент Французской республики генерал Шарль де Голь с супругой, председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный и сопровождающие их лица. Валерий Киселев возглавлял эскорт новосибирского ГАИ. И потому именно он получил в подарок эту золотую зажигалку после визита французского президента, который был весьма впечатлен работой новосибирских сотрудников госавтоинспекции. Ему понравился эскорт. Мы немножко изменили тактику, изменили внешность эскорта, изменили внешность эскортистов, тактику встречи, защиты скорости. К визиту гости из Франции готовились заранее. Город приводили в порядок, спешно наводили лоск и достраивали новые дома на Берском шоссе, по которому кортеж ехал в Академгородок. И даже специально создали для встречи де Голя мотоциклетный эскорт. Ничего подобного в столице Сибири ранее не было. Три месяца нас дрессировали на казармном положении. Жили мы в очень трудной тренировке. Сами изобрели эту тактику встречи, защиту и прочее. Много лет подарок французского президента хранился дома у Валерия Киселева. Причем он не пользовался ею уже много лет, с тех пор, как бросил курить. Послам известного краеведа Константина Голодяева из таких вещей с историями складывается летопись всего города. История города, она передается не через даты, не через события, а через людей, которые в нем жили. Через историю людей. Историю моей семьи, историю вашей семьи, историю этого человека. И у каждой семьи есть какие-то фамильные ценности, предметы, которые они хранят, и которые, правильно говорить, имеют свою собственную историю. И через эту маленькую фамильную реликвию или семейную вертикаль можно говорить о том, что наш город богат людьми и богат теми событиями, героями, которые в этом городе живут. Теперь этот уникальный предмет пополнил коллекцию музея города Новосибирска. Вокал, исполнение на музыкальных инструментах, хореография, художественное слово, прикладное творчество. Казалось бы, стандартный перечень номинаций для обычного концерта или крупного конкурса. Только вот необычные сами участники. 13 декабря в Новосибирске состоялся заключительный этап фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы талантливы». Наша съемочная группа побывала на ярком мероприятии. Более 700 ребятишек, имеющих различные проблемы со здоровьем, смогли почувствовать себя настоящими артистами. У каждого свой талант, который помогает забыть про недуг. Одни хорошо читают стихи, вторые любят петь, третьи играют на музыкальных инструментах. Конкурс «Мы талантливы» проводится в Новосибирске уже 25-й год. Проходят отборы в районах и проходят большие праздники в районах. Дети участвуют разных на залоге, которые присутствуют родители общественной организации. Поэтому гала-концерт – это подведение итогов выступления победителей, либо дебютантов, которые сейчас выступают на малой сцене. Участникам фестиваля от 7 до 17 лет. Хотя организаторы в честь юбилея сделали послабление, и на сцене оказались даже очень маленькие новосибирцы. Их номера получились очень трогательными и разнообразными. На радость педагогам и, конечно, родным. Хорошо, что можно собрать таких детей вместе, чтобы они как-то познакомились, показали вообще другим людям, которые без ограничений, что эти дети тоже талантливые, что они радуются жизни, и что вообще они способны жить достойно. Без подарков не остался ни один из юных участников, а самым талантливым выручили дипломы лауреатов. Но главное, что особенные дети смогли выступить на сцене и доказать, что их ограниченные возможности не могут ограничить полет фантазии и стремление к творчеству. В преддверии праздника Крещения новосибирские спасатели обнародовали список мест, где будут оборудованы специальные купели для купаний. В этих местах будут дежурить бригады скорой помощи и сотрудники МЧС, готовые прийти на помощь в случае каких-либо инцидентов. Православный праздник Крещения отмечается ежегодно 19 января. В следующем году он выпадает на субботу. Казалось бы, впереди еще целый месяц. Тем не менее, новосибирская муниципальная аварийно-спасательная служба уже начала готовиться к предстоящим мероприятиям. Сейчас в список, где желающие смогут окунуться в пробь, входят семь точек, расположенных в разных районах мегаполиса. Это озеро Спартак в Калининском районе, жемчужина Сибири в Зайльцовском, река Обь в районе улицы Заобской 97, пожарного причала, Букринского моста, жилмассива Европейский берег, карьера на юго-западном жилмассиве и парка культуры и отдыха у моря Обскова. Окунуться в освещенные крещенские купели можно будет с раннего утра до позднего вечера. Такова картина сегодняшнего дня. Наши новости всегда на сайте nsq49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин